Ни за что бы не подумал, что Onkyo может сделать такой усилитель, понимаете? Оказывается, у них новая модель с индексом 9, 0, 1, 0, 9, 10, 90, 10, короче говоря, считайте как хотите, но на борту у нее ЦАП и фонокорректор. Фонокорректор прям-таки поразил, потому что это на данный момент один из двух лучших встроенных фонокорректоров на рынке, это я вам точно говорю. Поэтому с проигрывателем винила до 1030, а то и 50 вообще отлично будет играть. Цифроаналоговый преобразователь тоже, между прочим, удивил, обычно дешевые скрипят, свистят и вообще их невозможно слушать. Но этот играет довольно детально и при этом достаточно приятно. То есть если вы будете подключать какой-нибудь беспроводной модуль типа Airport Express или Apple TV, или там звук со спутникового тюнера, чтобы кино смотреть, вот это все будет абсолютно идеально. Ну для аудиофийского разврата, конечно, я бы посоветовал внешний ЦАП, но этот даже из компьютера будет звучать неплохо. Выглядит усилитель идеально, полный минимализм, довольно тяжелый, ну ручки пластмассовые. Но 18 тысяч рублей или что-то в этом роде, мы же не звери, мы не будем придираться. Да, ну и как он вообще играет? Я вам хочу сказать, что на удивление, это видимо вообще такое свойство младших моделей многих фирм, поскольку инженеры не пытаются выпендриться, то используют проверенные временем надежные решения, и поэтому аппараты получаются во многом лучше, чем более старшие модели. В лоб сравниваю со своим любимым аудионод OTO и понимаю, что по детальности, конечно, Onkyo попроще, но это вообще не смертельно. Я прям зарядил всего последнего Apex Twin и с огромным удовольствием послушал. Все тембры, все нюансы, все слышно. Onkyo 9.0.10.0. Фонокорректор ЦАП. Аппарат огонь.